интересный момент есть в местном уровне канал сейчас начали, да, сами? был единственный в инстаграмме ввоз онлайн, в которой с самого начала начали это выкладывать кто не выкладывал до тех пор, пока телевизор проходил, потом он зеленый свет что можно. Друзья мои, потихонечку сдвиг есть по истории Ксении, хорошие есть новости. Она сама, я думаю, в своих эфирах вам расскажет. Вкратце скажу следующее. Насчет сохранить эфир, да, я постараюсь сохранить, только приехал в ваш замечательный город Воскресенск, маленький город, где очень почему-то много людей на улицах. Я встретился с Ксенией лично, мы общаемся, большая у нас компания, не могу все показать, но Ксению покажу, вот она рядом. И, собственно, новости следующие, что активно еще один проект на федеральном телеканале начинает следить за этой историей. На следующей неделе выйдет статья, которую вы все прочитаете в издании мир новостей. Эта статья выйдет, я думаю, в среду или в четверг. Более подробно вам скажу попозже. И после сюжета, благодаря вашей поддержке, благодаря активностью в социальных сетях, после сюжета канала РЕН-ТВ, даже некоторые получили по шапке. Вы представляете, какие мне сегодня интересные новости доложили? Мы не будем детализировать имена этих людей, но с берегов донесли очень хорошие, позитивные новости, поэтому свет в конце тоннеля виднеется. Но вы молодцы большие, потому что от вас, конечно, очень многое зависит. Вот здесь передают тебе, что люди счастливы, понимаешь? Спасибо вам большое, огромное спасибо. Поэтому сейчас еще в ближайшие пару дней подключим нашего адвоката, друга Тимура Матвеева к совместному взаимодействию с адвокатом Ксения. Я думаю, что в такой связке хорошей будет очень продуктивная и результативная работа. Вот ты можешь сказать свои мысли Ксении людям, они пишут здесь про тебя. Я пока в последние дни очень сильно на эмоции. растерялась. Я хочу сказать, наверное, спасибо за то, что на самом деле все эти четыре месяца я ходила очень скованно в своих эмоциях и чувствах, и я не могла никогда выразить, наверное, то, что вот это внутри сидит. И когда я вижу такую колоссальную поддержку, люди там создают видео из моих видео, там из архивных, с детьми, и я сижу вот последние, наверное, дня три-четыре, я просто репутся плёк, но автоматически мне становится от этого легче. Это, на самом деле, очень круто, потому что даже психолог не мог меня на это вынести, как я это, ну, прожила вот эти чувства. И, наконец, у меня такое, я как будто выдохнула и понимаю, что ситуация начинает разворачиваться. И когда семей четыре месяца, они не подключались к этому, потому что, да, многие, ну, я понимаю, по каким причинам не освещают семейные вопросы, потому что, когда ты начинаешь влазить, оказывается, там, что у мамы какое-нибудь прошлое криминальное или там у папы, ну, в общем, мало кому хочется в этом разбираться, да, ну, кроме таких вот телешоу серии, там, мужской и женской, малахов, в которых он тоже приезжал, но они не выпускали нас, потому что нет второй стороны, вот. И вот из-за этого вот нюанса, то, что вторая сторона, она не шла никак, ни на какие комментарии, нас нигде не могли афишировать, да, то есть в СМИ мы не могли. Но не говорили о вас везде, да. И только благодаря тому, что начались минимальные поддержки, совместной работы с Ксенией, с ее близкими людьми, которые сейчас ее поддерживают, в том числе большая армия людей, которые смотрят, следят за ней, начались наконец-то правильные телодвижения, и журналисты проявили очень хорошую активность даже на местном уровне, поэтому все идет в правильном русле. Спасибо вам огромное, да. Сегодня будет у Ксении, кстати, интересная видеозапись на странице, поэтому заходите к ней вечером. И спасибо вам за теплый прием, Воскресенск. Обязательно приеду к вам еще раз. Не, это заслуга общая, заслуга общая. Еще скоро вы увидите на другом федеральном канале сюжет про Ксению в ближайшее время, и она вас тоже будет информировать новостями, поэтому только командная работа может привести к успеху. Про завтрашнюю встречу все спрашивают. У нас завтра не будет встречи, у нас первая и третья недели каждого месяца. На той неделе встреча уже была, на этой встрече не будет. Следующая встреча у нас в понедельник в 5 часов, ну вот, опять на такие же 2 часа, как это было с нового февраля. Не знаю, как это все, конечно, пройдет, но в выходные у нас встречи не будет в третьих. В общем, спасибо вам, я выйду из эфира. Я его сохраню, вот, спасибо большое. Витя с места событий передала вам большой привет, Елена вам передает всем привет, и все-таки мои подписчики. Спасибо. Шампанское рано пить, поверьте. Еще очень много работать надо, чтобы выпить шампанское, это надо поработать. Поэтому не спешите. Спасибо вам. Спасибо.